МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире Азов.Инфо с информационной картиной уходящего четверга. Вас познакомлю я, Александр Истомин. Сегодня в программе. С вами надо пригласить экспертов, специалистов. Где она станет остановкой, чтобы по правилам дорожного движения, по безопасности дорожного движения она устраивала как и граждан, так и автомобилистов. Нужна ли остановка общественного транспорта возле Дворца культуры? Первый отклик на рубрику нашей редакции депутаты АУ. Первый отклик на рубрику нашей редакции депутаты АУ был опубликован сегодня в социальных сетях. В частности, ссылкой на анонимный источник сообщается, что депутат по избирательному округу номер 21, Олег Пономарев, сложил себя полномочия. Напомню, 1 ноября в среду в выпуске Азов.Инфо избиратели Олега Владимировича сообщили, что он не проводит встреч, не оказывает никакой помощи, и наши попытки выйти на связь с народным избранником не увенчались успехом. Телефон депутата был выключен. Председатель Азовской городской думы Евгений Карасев в курсе данной проблемы. Сегодня он прокомментировал ситуацию по телефону. Олег Владимирович Пономарев после избрания начал активную деятельность в округе. Но жизнь сложилась так, что на определенном этапе ему пришлось поменять место работы. И в силу новых должностных обязанностей он был вынужден частно и надолго покидать Азов. Это затруднило его работу, конечно, и в Думе, и в избирательном округе. Руководство городской думы и местный политический совет партии «Единая Россия» проводили с Олегом Владимировичем рабочие встречи, консультации с целью поиска, выхода из сложившейся ситуации. На данный момент могу сказать, что Олег Владимирович написал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Этот вопрос будет решен в ближайшее время. В случае прекращения полномочий в 21 округе будет избран новый депутат. В том, что так сложилось, нет чьей-то вины, но я, как председатель городской думы, хочу принести извинения азовчанам, проживающим в 21-м избирательном округе, за те временные трудности в общении с депутатом, которые им пришлось испытать. А пока нет у Олега Владимировича, и уже, как мы понимаем, не будет кто-то, кому-то они могут постучаться за помощью? Конечно, конечно. В такой случае решение вопросов наукой поручается одному из депутатов. Ближайший сосед Карасел Евгений Владимирович, 22-й избиратель наук. Следственным отделом города Азова возбуждено уголовное дело по факту травмы на муниципальном предприятии Азовводоканал, в результате которого один человек погиб. 07.06.2017 года, в период времени с 18 до 19 часов, на территории МП, очистных сооружений МП Азовводоканал, произошел несчастный случай на производстве с машинистами насосных станций. Произошло отравление калачными газами на станции дренажных вод. В результате несчастного случая оба машиниста были доставлены в бутылку ГБ города Азова, где один из машинистов впоследствии скончался. Здоровье второго причинен тяжкий вред. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 143. Нарушение требований охраны туда, совершенное лицом, на который возложены обязанности по их соблюдению, повлекшие по неисторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека. Обойти все бюрократические препоны и установить новую остановку возле городского дворца культуры – задача пока не по силам ни простым жителям Азова, ни народному избраннику. Дело в том, что азовчанин Иван Иванов обратился с подобным обращением к депутату Станиславу Потакову, когда тот занимал должность директора городского дворца культуры. С тех пор прошло около двух лет, а решение пока не найдено. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Вопрос установки автобусной остановки возле городского дворца культуры назрел еще несколько лет назад. Дело в том, что ГДК является культурным центром Азова. Здесь проходят концерты, спектакли и встречи. Также работают различные кружки и ансамбли, в которых занимаются не только дети, но и пожилые люди. Чтобы добраться до Дома культуры, им приходится идти или с улицы Чехова, или от стадиона. Представьте, насколько сложно им сюда добраться и отсюда уехать. Если одна остановка внизу, а многие тяжело даже ходят и так далее, другая остановка возле стадиона. Трудно сказать, зачем она вообще там нужна. Ворота все время закрыты из стадиона. А здесь она жизненно необходима. Сколько детей сюда приезжает в городской дворец культуры для того, чтобы заниматься в кружках. Родители приводят очень маленьких детей. Не все же с машинами. Нигде тут особенно и машины ставить. Правильно? Поэтому было совершенно логично, чтобы сделать остановку возле первой школы. Алексей Иванов – известный в Азове музыкант. Занялся этим вопросом, чтобы помочь отцу, который первым отметил необходимость остановки общественного транспорта возле городского дворца культуры. Эта инициатива принадлежит Иванову Ивану Ивановичу. Ему 91 год. Он узник концлагеря Дахау. Он собирал подписи. Ну, представляете, в 91 год. И я ему как сын помогал. Я возле больницы в прошлом году собирал эти подписи. Люди с большим удовольствием на это дело откликаются. Но меня очень удивляет, что ни наш депутатский корпус, ни наша администрация никаким образом на это не реагирует. Они просто пишут отписки. Очень хорошо, что Станислав Александрович Потаков, молодой наш депутат, как-то откликнулся на вот эту идею Иванова Ивановича. И начал пробивать эту идею. По словам Станислава Потакова, данное предложение выносилось им на рассмотрение городской думы. Но пока, к сожалению, эта идея поддержки среди коллег-депутатов не нашла. Мое решение поддержало всего лишь 4 депутата. 11 против, один воздержался. Хочу отметить депутата САГУ Николая Васильевича. Он поддерживает мою инициативу и говорит, что в ближайшее время разберутся на комиссиях по бюджету. И все-таки, я думаю, мы добьемся решения того, чтобы хотя бы начала работать уже инициативная группа специалистов над данным решением. Данная остановка может быть установлена в ходе реализации программы «Доступная среда». Ее основная идея, как известно, сделать доступными все социальные объекты для маломобильных групп населения. Никто не говорит, чтобы сиюминутно, ежечасно поставить здесь остановочный комплекс без продуман. Нет. Все равно надо пригласить экспертов, специалистов, где она станет остановкой, чтобы по правилам дорожного движения, по безопасности дорожного движения, она устраивала как и граждан, так и автомобилистов. Иван Иванович писал обращение по этому поводу на имя губернатора Ростовской области, а также собирал подписи Азовчан. Как оказалось, единомышленников у пенсионера немало. Мы тоже решили узнать у жителей города, что они думают по этому вопросу. Вот сейчас лоббирует вопрос о том, чтобы сделать остановку возле ГДК. Вы как, поддерживаете это нововведение? В ГДК здесь остановку сделать? Ну, если людям надо, значит, надо сделать. Если люди просят, то, наверное, надо просьбу удовлетворять. Нужна, наверное, чтобы было проще добираться. Наверное, надо, потому что здесь очень много деток занимается, по вечерам выходят, потом идут или в одну сторону, или в другую, далековато, в общем-то, наверное, надо. Мы считаем, что остановка здесь нужна, потому что в лучшем случае либо на Чехово им выходить, либо дальше, переходя дорогу. Идти до школы далеко. Мы считаем, что нужна. Да, конечно, нужна. Я всегда здесь выходила, просила водителей автобуса, чтобы они разрешили здесь выйти мне, но теперь они не останавливаются, к сожалению. Я двумя руками за это предложение. Екатерина Четверякова, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. Мы вернемся в эфир после короткой рекламы. Не переключайтесь. Магазин «Мебель для вас» представляет новую коллекцию диванов от фабрик Донской Меркурии, «Мебель.ру» и «Надежда». Комфорт и качество, элегантность и практичность – вот их отличительные особенности. Неповторимое наслаждение от сна и отдыха вам подарят аксессуары от компании «Фэмили Хоум». Акция при покупке ортопедического матраса «Кровать в подарок». Магазин «Мебель для вас» поселок Овощной, улица Максима Горького и в Азове на пересечении улиц Маяковского и Ленина. 78-летняя завчанка Вера Евгеньевна Носова два с половиной года не оплачивала квитанции от регионального оператора по оплате за капитальный ремонт общедомового имущества. Поясняет, что ждала, когда решится вопрос по льготам для пенсионеров и для инвалидов. За это время накопился долг свыше 11 тысяч рублей. 78-летняя завчанка Вера Евгеньевна Носова два с половиной года не оплачивала квитанции от регионального оператора по оплате на капитальный ремонт общедомового имущества. Поясняет, что ждала, когда решится вопрос по льготам для пенсионеров и для инвалидов. За это время накопился долг свыше 11 тысяч рублей. В настоящее время Вера Евгеньевна является получателем компенсации расходов на уплату взносов на капремонт как инвалид второй группы. Что же касается образовавшегося долга, пенсионерка его полностью погасила, но компенсацию получила всего за один месяц. Ну, так как у меня двое приписаны, я плачу не 50%, а 70%. Мне должны вернуть 64 рубля. И я заплатила, а мне только вернули за март 64 рубля. Я звоню в СОБЕС, объясняю суть дела. Она и говорит, вышел приказ Голубева за номером 209, я запомнила, только числа, что эти деньги не возвращать. Женщина написала жалобу в областное правительство. Ответ пришел из Азовского управления судзащиты. В общем, опять они эти деньги опускают. Мы, мол, с марта месяца 2017 года вам выплачиваем компенсацию. Какая компенсация? Это мои деньги, мои кровные деньги. Я плачу с пенсии. Какая компенсация? 64 рубля. Я им опять объясняю, а почему за эти два с половиной года мне мою компенсацию не вернули? Зачем меня обманывать? Я прошу, почему там 1700 с чем-то, я могу две недели на эти деньги прожить? Худо-бедно. Хлеб, кусочек мяса куплю, борщ сварю или супчик, как каждая бабка. И проживет потихоньку. Пенсионерка каждый месяц добросовестно уплачивает взносы на капитальный ремонт в размере 370 рублей. И сказали, через 30 лет будет ремонт. Какой ремонт? Да мои кости сгниют за 30 лет. Очень непросто сложилась судьба женщины. Много тяжких испытаний довелось пережить. Достаточно сказать, что самые ранние детские воспоминания – это расстрел соседей по улице в оккупированном фашистами Ростове. Я ростовчанка сама. Мне месяц не хватало, как война началась. И 2,4 года фашисты к нам вошли. Нас выгнали. Мы в сарае жили в ноябре месяце. Они в доме жили. И видела, как расстреливать. Я жила одна к ним в Простроицке, родилась. Хотя мне было 2,4, но я это помню. Нас выгнали. И нашу сторону, вот нам не смерть, значит. И то расстреливали сторону, а мы смотрели. Я настолько тряслась. Мама говорит, ты не плакала, я просто боюсь. От тебя тряслись. А они теперь вот и начинают, еще и последние капли выбирают. Однако таковы требования действующего законодательства. Как пояснил начальник управления соцзащиты города Азова Олег Фомин, если у человека есть долги по оплате жилищно-коммунальных услуг, меры поддержки приостанавливаются до полного погашения. У нас сейчас налажен электронный документооборот с организациями, предоставляющими услуги и начисляющими гражданам оплату. Нам каждый месяц поступают от ресурсоснабжающих организаций списки. И у нас компьютерная программа после загрузки этих списков автоматически приостанавливает людям выплаты, если они задолжали жилищно-коммунальные услуги. После погашения долга также автоматически эта выплата возобновляется. Но законом не предусмотрено и права у нас нет возмещать людям те неполученные суммы льгот, которые им не были выплачены в тот период, когда у них были долги не погашенные. Татьяна Ивашенко, Александр Истомин, Азов.Инфо. Сегодня глава администрации Владимир Рощупкин совершил очередной объезд города. Были сделаны остановки по некоторым обращениям граждан, которые прозвучали во время вчерашней встречи с населением, а также осмотрен ход работ на объектах капитального строительства. По самому стадиону у меня завтра выездное будет совещание, там на месте в 9 часов утра. Там работы ведутся, я ежедневно получаю информацию. Сам завтра посмотрю, на какой стадии, что и как. Ну, естественно, сегодня это, знаете, такой ключевой, наверное, центральный участок, где у нас сопряжены работы на наиболее, наверное, ответственных направлениях, и стадион, и парк памяти. Объем работы большой, и, конечно, вся вот эта территория сегодня, она выглядит достаточно такой вот, ну, неухоженной, наверное, страшной, я даже сказал, да, много грязи, особенно с такой вот погодой. Поэтому, конечно, мы настраиваем подрядчика ускоряться, чтобы было еще время у нас потом там навести порядок все-таки до мороза, до зимы. Ну, я думаю, что все должно быть сделано. 2 ноября в районе 8 часов утра между Сбербанком по улице Макаровского 100 и почтовым отделением, расположенным на противоположной стороне, были утеряны 5000 рублей. Деньги находились в прозрачном файле. Пенсионерка Наталья Левченко обращается ко всем, кто мог найти данную сумму с просьбой вернуть ее. Контактный телефон 8-951-491-4022. Ну, сегодня утром вот пять квитанций, я положила сюда 5000, положила файлочку, шла на почту платить денежки, вот так вот сложила, в руках у меня был зонтик, я перешла дорогу, деньги еще лежали. Я пришла на почту, то ли я вот так, когда сложила файлочку, они выпали, я не знаю. Я просто хочу обратиться к тому человеку, который их ношу, мне не надо собирать денег, я хочу, чтобы мне вернул тот, кто их вознял, и все. Больше мне ничего не надо. То есть вы на почте думаете, что вы их потеряли, да? Нет, перед почтой. Перед почтой, на улице. Да, да. И все, мне ничего не надо, и он не разбогатеет на эти деньги, мне просто нужно, чтобы он их вернулся, все, он может и не знает, чьи они, но пусть или на почту, или по моему телефону позвонит, и все, больше мне ничего не надо. Дорожная авария, в результате которой сегодня погиб человек, произошла утром на улице Московской, 121. По предварительным данным, водитель 1955 года рождения, управляя автомобилем «Вортекс Эстина», совершил наезд на пешехода. Женщину 1959 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Проводится проверка. Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны, ошибка может стать причиной трагедии. Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Из-за усиления ветра переправа в хутор Задонья приостановлена, но угрозы подтопления нет. Звоните и сообщайте информацию по телефону 6 15 54. Будем делать новости вместе. До свидания. 3 ноября малооблачно. Небольшой дождь. Температура днем плюс 13, плюс 15 градусов. Температура ночью плюс 7, плюс 9. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Влажность воздуха 81%. Уровень воды в реке Дон на 90 сантиметров выше нулевой отметки. Температура воды в реке плюс 8 градусов. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Гомофон в норме. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Гомофон